Девушки ради удачных кадров Сейчас попробую себя в роли мастера-бровиста и проведу процедуру ламинирования. Что мы будем делать? Сейчас мы с вами нанесли первый состав, который будет менять структуру волоска. Перед тем, как начать процедуру, дезинфицируем руки специальным составом. Завершающим этапом в этой процедуре будет нанесение пленочки. Ждем примерно 5-10 минут. Я смотрю, что мы уже можем приступать далее. Да? Все верно? Да. Сейчас мы будем снимать пленочку и проверять, как изменилась структура волоска. Александр. Как можно заметить, волосок стал очень послушный, структура изменилась. Это значит, что первый этап завершен, и мы снимаем первый состав. Волосок домой. Ну, послушный же волосок. Сейчас мы будем наносить второй состав и точно так же накрывать его пленочкой. За то время, пока мы выдерживаем второй состав, можно выпить чашечку кофе и сделать коррекцию зоны над губой. Снимаем пленку, выравниваем, удаляем лишние волосы. Завершающие штрихи и вуаля! Готово! Они такие большие и пышные. Мне очень нравятся вообще. Ламинирование бровей – это услуга, которая подходит для тех, у кого брови непослушные. После этой услуги брови становятся аккуратными, не торчат. Они уложены, подкрашены, и эффект держится целый месяц. Для моих шикарных усов можно сделать ламинирование? Нет, к сожалению, эта услуга подходит только для бровей. При эскурантах крымских салонов красоты такая услуга, как ламинирование бровей, появилась 4 года назад. Но изначально модницы к новинке отнеслись с опаской. Сейчас же ситуация противоположная. В журналах очень часто стали публиковать такие брови, зачесанные наверх, воздушные. Девушки хотели добиться этого эффекта, но у них не получалось. Бывало такое, что гель для бровей или какие-то укладочные средства, они не помогали, не давали такого желаемого эффекта. Поэтому мастера и технологи придумали такую процедуру, как ламинирование бровей. Хотя есть и те, кто к укладке бровей относится, мягко говоря, равнодушно. Ламинирование бровей – новый тренд в бьюти-индустрии, поэтому каждый желает себе красивые, густые, большущие брови. Скажите, пожалуйста, хотели бы вы заламинировать свои брови? Да, конечно, я очень мечтаю о роскошных бровях. А если вы всё-таки хотите стать обладательницей красиво зачёсанных бровей, помните, предварительно нужно сделать тест для выявления аллергической реакции. В течение суток после ламинирования не мочить лицо и не использовать косметические средства. Александр Кононов, Евгений Гарбузов. Утро нового дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова